Значит, что мы усилиями последних месяцев совершили? Мы постарались начать число не с единицы. Что такое единица? Единица – это сущность. Рецепт говорит, что один и один человек – одно и то же. То есть один – это определение вещи. Когда есть одно, есть вещь. Поэтому Аристотель говорит еще, что число начинается с двух. Вообще говоря. Говорит Аристотель, что число начинается с двух. Это можно понимать небуквально. В том смысле, что единица. Но, на другой стороны, как еще понимать? Если нет двух, то нет числа. То есть число в форме одного не имеется. Мы говорим, что два – это ситуация вот-вот. Причем ситуация, которая сначала определяется как множество. Когда еще нет двух. Но вот-вот – это форма множества, с которого можно вывести число, если добавить последовательность. Если единицы, как числа, не существует, тогда ситуация n плюс 1 тоже не существует. Потому что n плюс 1 предполагает n. То есть, опять-таки, единицу. Но если единица – это сущность, а не число, или, по крайней мере, тождество, неразвлеченность сущности и числа, то n плюс 1 ничего не дает. Как это ни странно. Вообще говоря, n плюс 1 просто вот, как булат выражается, религиозная догма. Почти постулата троица. Но, повторяю, если n, то есть единица, не определяется как число, оно не определяется как число. Человек и один человек – одно и то же. Поэтому попытались начать ситуацию n вот-вот. Раз-раз. Эта ситуация раскрывается нами как имеющая две стороны. Раз-раз можно понять, как возвращение к одному и тому же. Заметьте, опять-таки, что мы начинаем с раз-раз. Не с раз, а потом еще раз, а с раз-раз. А вот-вот и раз-раз – это разное? Нет, это совершенно одно и то же. Мне просто надоело говорить вот-вот. Ну, строго говоря, надо говорить вот-вот, потому что это указываемо. Это существенно. Если форма обнаруживает себя в предмете, а в ситуации вот, то рождается ситуация вот. А мы говорили, что сама ситуация, вот множество задается тем, что форма сознает себя предмете, сознает себя как причину предмета. Мы говорили так, быть причиной – значит воспроизводить себя в качестве причины. Сознавать себя причиной – значит воспроизводить это сознание. Мы исходили из этого. Саша, очень непривычно выглядят тебе цитратки и ручки. Совершенно невозможно смотреть. Страх укончился. Надо думать, что я могу нахрену попросить на вложку. У вас несколько такой… И вид, соответственно, да, значительный. Могу поделись. Как нам… Да нет, я шучу, что-то. Просто действительно непривычно. Много лет всегда – тетрадка и ручка. Вот. Тут вопрос про ЭН и ЭН плюс один. На самом деле, это же нумерация. А нумерация сама основана на натуральном ряде. Получается замкнутый круг. Как бы натуральный ряд определяется через некий натуральный ряд, который передзаданно, как нумерация. Чтобы пронумеровать, надо уже знать натуральный ряд. Поэтому, как бы, вот этот переход от Н к Н плюс один, он еще и сам по себе немножко проблематичен. Я не очень понял, Владимир Чарашев. Ну, когда мы будем вводить в математике, скажем, натуральный, да, там, есть, в частности, как бы, аксиомодедукции. А в аксиомодедукции, как бы, указывается, что нужен переход от Н-ного номера, да, к Н плюс первому номеру. Но если произведена нумерация, значит, как бы, уже натуральный ряд на лицо. Получается, что, как бы, мы только задаем в аксиомах натуральный ряд с помощью этих аксиом, а внутри уже содержится представление натурального ряда в виде нумерации, которая довольно допустима, да? Раз допустима нумерация, значит, натуральный ряд уже присутствует, значит, он уже есть, он уже актуализирован. Зачем, как, аксиомы тогда что делают? Как бы, они, получается, что вводят натуральный ряд, предполагая, что уже натуральный ряд в виде, как бы, замкнутый круг. Но уже для математики, может быть, это не так существенно, а так, с точки зрения философской, вроде бы, тут, возможно, надо подумать, есть какая-то проблема. Ну, вообще говоря, она... Может быть, да, она может быть, может, даже она должна быть, если мы действительно не понимаем, что такое н. Математически, это, конечно, математика не сформулирует ни за что, что человек один, человек одно и то же. Но эта сложность может привести к математическим парадоксам. А может быть, даже и должна привести к математическим парадоксам. Потому что, еще раз повторю, если н неопределимо, то есть, н натуральное число, первый шаг, второй шаг, н плюс один, натуральный ряд чисел. Если н натуральное число, то н плюс один дает нам натуральный ряд чисел. Но н не натуральное число. Это неправда. Н – это сущность. Как число, как собственное число, единица не определяет. Я не вижу, как она может определиться. Поэтому мы начали с ситуацией вот-вот. И мы стали говорить, что ситуация вот-вот, она исходная ситуация, распадается на две возможности. Поскольку это воспроизведение, то вот-вот может означать либо возвращение к тому же самому, когда не появляется нового, имеется повторение. Но тогда, собственно, мы не видим воспроизведения. Тогда мы не сознаем воспроизведение. Потому что если это повторение, то сознание воспроизведения, видимо, нам не дает. Или мы иначе говорили, что тогда каждые эти воты безотносительные. Или разы, просто надоело водкать. Эти разы безотносительные. Раз и снова тот же самый раз, значит, эти разы не находятся в отношении между собой. Если раз, а потом снова тот же самый раз, то нет чего, нет отношений между разами. А значит, они лишены форм. И второй смысл заключенного воспроизведения в этом самом раз-раз это переход к новому. Раз-раз, как переход к новому. Что мы здесь имеем еще раз? Я, конечно, по-моему, уже 15 раз повторяю. Но моя цель сегодня показать все-таки нечто новое. На 16 раз. Показать нечто новое. Если мысли вот-вот, мы мыслим переход к новому вот, к иному вот, к иному разу, то сам переход задает новизну. Если мы, возникает ситуация это и иное, то сам переход, само мышление перехода задает нам иное и одновременно задает отношение это и иное. Нечто и иное. Сам переход задает иное, как иное. Мысли-переход мы тем самым мыслим иное. Потому что если переход, то переход к иному. Если нет перехода, а если только возвращение, то нет иного. А если мыслим переход, если вот-вот с мыслями перехода от вот к вот, то появляется новое, старое. Мышление перехода есть мышление отношения, иного к нечто. Как мы уже говорили много раз, самый эффектный ход здесь заключается в том, что поскольку иное ничем не отличается от нечто по содержанию, то оно имеет только один смысл – следующее. Иное только в одном. Один смысл имеет – следующее. Поэтому мы сразу говорим, что мышление перехода даёт нам следующее, само мышление перехода даёт нам следующее, сам переход даёт следующее как следующее, и даёт отношение следующего к предыдущему. Переход даёт нам следующее, и переход даёт нам отношение следующего к предыдущему. Мышление перехода даёт нам мышление следующего, и даёт нам мышление перехода следующего к предыдущему. Это понятно из того, что мы начинаем с вот-вот. Понимаете, это трудно на самом деле. Все время хочется сказать так. Сначала есть вот, как мы мыслим последовательно, вдумайтесь. Сначала мы мыслим вот, первое вот, первый раз. Потом мыслим следующие. Вот это вот сначала мыслим первое, или одно, или просто нечто, а потом мыслим иное. Сначала мыслим одно, а потом мыслим следующее. Так мы думаем. Так мы задаем понятие следующего. Но это не задавание. Это не задавание. Это скорее кантовская ситуация априори. Если время уже есть априори, то тогда можно действительно иметь нечто, а потом к нему добавить спокойно следующее и установить отношение следующего к предыдущему, поскольку априори есть время. Я же не говорю о допущении времени как чьей-то физической реальности. Что-то такое вообще совсем непонятно. Что вещи находятся во временных отношениях, это физическое, материалистическое утверждение, которое мы не будем обсуждать. Ну, если кто-то не предложит какой-то неожиданной версии. А вообще-то это ситуация априори. Если время задано до раз и раз, если время задано до раз и раз, то раз и раз устраивается. Мы хотим получить без априори. Поэтому, во-первых, утверждаем, что есть только вот-вот. Причем это обоснованно выводим из предыдущих ходов. Мы говорим, что сознание утрачивает себя в предмете в ближайший ход. Чтобы осознать себя в качестве причины предмета, оно воспроизводит себя в качестве причины. Быть причиной, сознавать себя причиной, значит, воспроизводить свою причину. Воспроизводить себя в качестве причины. Это некий логический ход, который издает ситуацию вот-вот. Если мы начинаем с нее, то здесь нет никакого априаризма. Мы только говорим, что ситуация вот-вот, то, что воспроизведение причины в качестве самой себя, может иметь вид повторения, имеет внутри себя смысл повторения логического, без всякого априаризма. Имеет в себе смысл повторения и имеет смысл перехода. Все. Эти смыслы очевидны в понятии воспроизведения. Очевидно, в нем запрещено. И уже мышление перехода, которое заключено еще раз в воспроизведении, мышление перехода дает нам отношение, дает нам иное, и дает нам отношение, установленное этим переходом между нечто и иное. Начинаем мы, повторю, не с раз, а с раз-раз. Потому что все на свете думают именно так. Сначала раз, а потом еще раз. Мы начинаем с раз-раз. С воспроизведением раза как раз. Мы почему точимся на одном месте несколько месяцев? С этим вот-вот, мы же вводимся уже месяца два, а не то три. Потому что пытаемся в себе преодолеть вечную привычку думать о последовательности. Сначала раз, потом еще раз. И если есть время, то они выстраиваются во времени. А ситуация раз-еще раз вытекает просто из смысла воспроизведения. Его повторяю снова, воспроизведение, для себя повторяю, вы не думаете, что я его за баранов держу. Я сам для себя. Само раз-раз. Заключает в себе, в частности, переход к новому, к еще. Смысл еще заключен в понятии воспроизведения. Один смысл заключен в понятии воспроизведения – это повторение, то есть никакого еще. Ну, а может быть, еще и есть это все очень мило, потому что еще раз то же самое, может быть, как раз мысли еще и есть. То есть, может быть, множество тоже здесь не утрачивается. Множество раз, одно и то же. Наверное, я зря. Но быть очень аккуратным. Потому что повторение тоже сдает в особо множество. Множество раз, одно и то же, почему нет. Повторение – это один из смыслов, который заключен в понятии множества. Раз-раз и вот-вот. Поэтому очень приходится осторожно говорить. Так, а может быть, в самом понятии воспроизведения инкратарировано время? Что такое воспроизведение мы же не обсуждали. Нам кажется, что это естественная вещь, а может быть, в самом воспроизведении, как бы, оно подразумевает, что древь в нем присутствует. Вот при этом лактатно, как вы скажете. Так мы сейчас и выведем. Я же об этом и говорю. Что раз в воспроизведении есть переход, то это переход к иному, обязательно. Понятие перехода. Нет, того, что время, значит, если оно было инкорпорировано, значит, все-таки мы его не выведем, а просто оно есть. Мы просто его обнаружим, что оно есть. Ну, если угодно. Но только все-таки это выведение. Экспликация – это все-таки выведение. Постулируем мы только одно, что форма есть, а содержание становится. Все, что мы выводим из этого. Нет, ну, мы же говорим, возможно, некая вещь, как воспроизведение. Ну, это же нечто другое, чем просто форма есть, а все остальное становится. Что возможно, воспроизведение – это нетривиальное, на самом деле, так сказать. Если придираться, вы начали к себе придираться, что оно надо точно, так и так далее. Вот если придираться, что воспроизведение – тоже вещь нечто такая удивительная. Что она возможна. Что может форму захватить, так сказать, властвовать, так как бы, первенство, как мы говорим, будет причина. Что вот если она это может захватить и на это настаивать, то удивительно же, что это вообще возможно. Это некий предпосыл, который. Мы ее вывели. Я сейчас просто не хочу возвращаться к первым шагам. И так сидим на одном месте. Совсем уж. Но мы выводили. Мы это выводили. Мы это эксплицировали. Эксплицировали. Вводили в смысле… А какой еще смысл выведения есть? Может быть, от нуля. Из чистого листа? Нет, из чистого листа у нас постулат. Форма есть, содержание становится. Это вот из чистого листа. Это мы начертали, как интуицию, не подлежащую обсуждению. А все остальное из него выводили. Итак, если в понятии воспроизведения есть смысл перехода, то само мышление перехода дает нам смысл иного, и отношение иного, и нечто. А иное имеет только один смысл следующее. И около другого смысла понятия иное не имеет. Поэтому на самом деле в понятии перехода находим только один смысл. Следующее и отношение следующего к предыдущему. Само мышление перехода задает нам следующее, и одновременно задает отношение следующего к предыдущему. Последующее немыслимо без предыдущего. Само мышление перехода задает нам отношение следующее к предыдущему. Прошу прощения, вот это утверждение, что одно кальдественной сущности – это ход, который мы сейчас оставляем в стороне, да? Или у нас вот это одно будет получаться, то же самое, это как бы ложный ход, после которого количество не умывается, а мы сейчас будем в количестве другим способом, да? Да, да. Мне представляется, что введение числа через единицу – ложный ход. И аргумент только один, что единица – это не число, а сущность. Или, по крайней мере, неразличенность числа и сущности. Понятие одного – число от сущности неотличимо. И поэтому не существует как число. Это чисто критический ход, он даже в наше рассуждение не входит. Потому что, действительно, опять же, мы очень долго обсуждали с вами, как обойти без единицы. Хочется единицу, надо единица. Что за дела, живем без единицы, как вообще. Можно число определить через единицу. Поэтому я в конце концов разозрелся и стал ругаться на единицу. Итак, мы выводим отношения последующего к предыдущему без всякого априоризма. Как просто смысл, выведенный из смысла воспроизведения. Воспроизведение не таит в себе никакого априоризма. Даже ничего априори нет. Но из воспроизведения даже подумать нельзя, что тут, собственно, априори. Форма воспроизводит себя как форма. Форма воспроизводит себя как причинной вещи. Ну, где тут что-то предположено? Но из него вытекает отношение последующего и предыдущего. А тем самым отношение последовательности в той среде. Далее, что мы утверждаем? Мы утверждаем следующее. Вот на последнем семинаре мы сделали еще один шаг. На последнем семинаре Игорь заметил, что я до последнего этого семинара все время выстраивал так. Есть единица и есть двойка, относящаяся к единице. Единица как некое пустое. Как вы назвали это? Выколотую точку. Выколотую точку, да. То есть я сам излагал именно так. Я два месяца жевал и сам исходил из этой интуиции, что сначала задается единица, потом задается вот, в отвратной единице и пошло-поехало. Ты никак не мог справиться с тем, что надо начинать вот-вот. Именно вот-вот имеет две стороны. Именно воспроизведение имеет две стороны. Повторение и переход. Поэтому так и говорим, что имеется вот-вот, и это вот-вот имеет две стороны. Одно – вот-вот в смысле повторения, и второе – вот-вот в смысле перехода. Понятие перехода дает нам следующее и одновременно отношение следующее к принадлежу. Далее, что мы говорим. Переход превращает следующее, собственно, следующее. Переход превращает иное в иное, а точнее следующее в следующее. Благодаря переходу мы мыслим следующее как следующее, но при этом мы следующее мыслим неотличимым от перехода. Благодаря переходу мы мыслим следующее как следующее. Еще раз, сам смысл перехода. Сергей, вам, наверное, трудно, потому что мы живем это три месяца. А не выложены семинары, да? Я имею в виду самое последнее. Нет, я не упрек, просто спросил. Еще два не выложены. Вы спрашиваете, если вопрос сформулируется, я не уверен, что он сформулируется. Но если формулируется, вы спрашиваете, мы спокойно вернемся. Я представляю, что будет, когда придет Данилов. Он вообще ничего не смотрел. Он вообще тогда может посмотреть. Он не будет смотреть никогда, вы же знаете этот постулат. Хотя, если Саша пришел без тетрадки, то черт его знает. Последние времена наступают. Тогда, может, и Данилов посмотрит. Просто невероятно. Благодаря переходу мы мыслим следующее, как следующее. Но при этом следующее мыслим таким образом, что оно неотвлечимо от перехода. Переход – это и есть, собственно, построение следующего, как следующее. Переход – и есть определение следующего, как следующее, как можно сказать. Мысли – переход, а не повторение. Мы тем самым мыслим иное, то есть следующее. Мысли – переход, мы уже мыслим иное, то есть следующее. Поэтому мышление перехода от мышления следующего не отличается. Поэтому получается так, что мы благодаря переходу мыслим следующее как следующее, но при этом следующее мыслим таким образом, что мышление следующего не отличается от мышления перехода. Или, что то же самое, мышление следующего, тождественно мышление отношений, следующего, предыдущего. Благодаря переходу. Переход и есть установление отношений. Установление следующего как следующего и установление отношений следующего и предыдущего. Возникает ситуация, что мыслить следующее, мыслить следующее, знай, то же самое, что мыслить отношение следующего к предыдущему Следующего и предыдущего И здесь получается неожиданная вещь Все всегда думают, что следующее понимается в отношении к предыдущему Что мыслить следующее, значит мыслить его отношение к предыдущему А мы, между прочим, говорили с вами совсем другое Мы говорили, что мышление следующее Тождественно мышление отношения к следующему предыдущему Ну что, видите? И совсем другое утверждение Это вот жалкая шульба мыслителя чистого Три месяца мы топтались на одном и том же И вдруг выяснили вот такой нюанс Что оказывается, следующее понимается не в отношении к предыдущему А ситуация совершенно другая Мышление следующего Тождественно мышлению отношения к следующему предыдущему Это не одно и то же, правда? Хотя выразить словами так Следующее понимается в отношении к предыдущему Мыслить следующее можно лишь в отношении к предыдущему Мы говорим другое Мы говорим мышление следующего Тождественно мышлению отношения к следующему предыдущему То есть мы мыслим следующее И тем самым мыслим отношения к следующему предыдущему Следующее как бы удваивается Мышление следующего Мышление следующего это мышление отношения Следующего же к предыдущему Кажется это не одно и то же И это дает нам видимо другое понимание времени Понятно, что мы уже во времени находимся Следующее и предыдущее это ситуация времени Следующее и предыдущее это ситуация времени Но время представляется таким образом Опять же не так, что есть одно А потом следующее Которое понимается через отношения к предыдущему А как-то иначе Есть вот-вот Есть переход Который задает отношения И задает следующее как следующее Есть переход Который задает отношения Следующего К предыдущему И задает следующее как следующее И мышление следующего Есть не что иное Как мышление отношений Следующего к предыдущему Мы действительно мыслим следующее Когда Понимаете, мы мыслим не отношения Вот это интересно Когда мы мыслим следующее Мы действительно мыслим Вот это последовательство Следующее, следующее, следующее Мы действительно мыслим именно следующее Ну, это порядковый счет. Первое и второе. Когда мы мыслим второе, мы действительно мыслим второе, как второе. Только дело в том, что мышление второго – тождественное мышление отношения второго к первому. Когда мы мыслим третьего, мыслим именно третье, как третье. Мы не мыслим сразу в отношении третьего к второму. Мы мыслим третье, как третье. А мышление третьего, как третьего, предполагает мышление отношения. Тождественное мышление отношений третьего к второму. То есть мышление второго, мышление третьего оказывается сложнее, нежели думаю. Еще раз, мышление второго в порядковом счете. Мы для второго мы мыслим не отношение второго к первому, а именно второе. Мышление второго тождественно к мышлению отношения второго к первому. Неотличимо. Мышление второго неотличимо. Или как мы называем, что неотличимо? Тождественно. Это то же самое, что неотличимо. Но отношение еще не помысленно в качестве отношения, поэтому можно слепариться со следующим. Но мне хотелось сказать, что все-таки не так обстоит дело. что мысля второе мы мыслим его через отношение к первому. Мы мыслим второе именно как второе, и мышление второго как второго, следующего как следующего, совпадает с мышлением отношения второго к первому, следующего к предыдущему. В общем, мы обнаружим себя настоящим, и это обнаружение заключается в осознании того, что прошедшего уже нет. То есть вот этого первого, если по отношению к временному ряду. Я бы так и сказал, мы обнаружим себя в момент времени, но именно времени, то есть предполагается, что настоящее предполагает время. Мы обнаружим себя в момент времени. Мы находимся в следующем, вот мы где находимся. На мышление себя в следующем, или в настоящем, или вот сейчас, располагает тождество с отношением этого к настоящему с прошлым. Вы можете подумать, что мы стоим на месте, то есть каждый раз воспроизводится ситуация следующего. Раньше воспроизводился вот, а теперь воспроизводится ситуация следующего. И никуда мы не движемся, а также стоим на месте. Но это другой разговор был, а это уже разговор о следующем следующего. Нет, ну вы говорите, что мы движемся во времени, может мы и не движемся, мы же просто воспроизводим одно и то же. Теперь уже на уровне следующего. Раньше на уровне вот воспроизводили, а теперь на уровне следующего. Все тоже так же воспроизводим в следующем. И времени еще значит тогда нет. Потому что время – это вот именно такой вот рассыпленный ряд. Как-то каждый раз в новом месте. А не так, что мы как-то стоим на месте, но каждый раз воспроизводим все в будущем. Мы же не закреплены, да, мы просто, может быть, стоим на месте, крутим педаль, а велосипед не движется. Он просто стоит, педаль крутится. Каждый раз воспроизводится, следующий воспроизводится, но никуда не движемся. Чтобы двигаться, каждый раз надо следующее, следующее упомянуть, как я говорил. Но мы, собственно, в прошлый раз поймали, по-моему, следующее, следующее. Мы говорили, что если мышление второго совпадает с мышлением отношения второго к первому, то мышление третьего будет уже мышлением отношений. Если бы отношение не сохранилось, если бы отношение не сохранилось, если бы были только все время вот эти вот, все время настоящие, то вы были бы правы. Мы крутим педали и стоим на месте. Но отношение-то сохраняется. Мышление второго не совпадает с мышлением отношения второго к первому. То есть мышление десятого, условно говоря, есть отношение ко всем предыдущим девяти, да? Да. Конечно. Мышление третьего будет отношением к отношению. Мышление третьего будет отношение к отношению. Мышление третьего предполагает отношение третьего к второму, а второе предполагает отношение второго к первому. Но запрещено в определении второго. Поэтому третье будет отношением к отношению. Только не знаю, право ли вы, что она начинает с трех, а не двух, что двух мало. Может быть, вы и правы, что все время появляется ситуация следующая-следующая, а не просто следующая. Это я prettynya не знаю, мне не хватает. Но не так важно. Если все равно есть следующая-следующая-следующая, то этим очень интересный вопрос, но не мешаю еще двигаться дальше. Дальнейшие движения идет как следующий-следующий, а не как следующий и предыдущий? Да, как следующий-следующий, потому что время как третье, а не снова второе. третье это следующее следующее еще раз потому что сохраняется отношение втором при этом третье будет отношение к отношению и следовательно будет это будет следующим может это будет попытка мысли с перимет перспективе сначала перспектив не получается находимся в настоящем и тем самым мыслим прошлое которого уже нет а на следующем этапе когда у нас отношение следующего к следующему да мы пытаемся мыслить будущее которое относится вот к этому отношению настоящего прошедшим еще раз правду я просто прослушал своему повторить когда мы обнаружим себя по-настоящему то есть то что мы относимся к уже не существующему прошлому да вот тогда обнаружится время таким способом затем мышление следующего к тому следующему в которой мы в данный момент находится уже попытка мыслить время перспективы да фиксируем вот это отношение настоящего прошедшего и это составит базу на то чтобы помыслить вот это будущее которого нет но думаю в смысле я так не вижу совершенно надо подумать я так не вижу мне кажется что переходя к следующему следующему мы снова окажемся настоящим только имея более далекую следующую и третьему именно как третий но мышление третьего как третьего совпадает мы с отношением 3 по 2 и соответственно 2 а мышление отношения третьего ко 2 совпадает с мышлением в отношении второго к первому. То есть я все время вижу настоящие и более удаляющиеся прошлые, я не вижу будущего. Может быть, вы правы, но я не знаю. Я знаю, что таким образом у нас получится в итоге нормальный счет. Если мы все время будем оказываться настоящим и создавать только оставшиеся позади предыдущие, у нас счет не имеет возможности закончиться. Ну, Олег Михайлович, он вначале говорил, что нет никакого N-1, это было бы будущее. Всегда вот как бы N там, где-то на уровне N. Переход вперед на N-1 никогда не был. Почему не сделать такой следующий уровень рефлексии, не помыслить вот это отношение следующего к предыдущему с точки зрения такого следующего, которое не сейчас, а которое еще будет? Это уже начали на ход рефлексии. Может быть, это возможно, надо подумать. Потому что если мы получили уже следующий следующего, то вполне возможно, что из этого можно получить. Из просто следующего, конечно, не получишь следующего-следующего, никакого будущего. Но если мы получили следующее-следующего, то можно как-то, может быть, понять, что время будет длиться. Надо подумать. Ну а почему, если не будет будущего, нет счета? Счет не знает будущего. Один, два, три. Все установится. Не предполагать экстраполяцию. Он должен закончиться. Нет, ну в мультиматике это счет бесконечности обращаем. Счет наряду бесконечный. Вот этот переход, эта аксиома, детукция, она не нужна, чтобы уйти в бесконечность. Она как бы закрепляет что-то. Итерации, они как бы в бесконечность открыты. Никогда не закончится, там где-то бесконечность. Ну, Саша вводит, может быть, элементы христианской антропологии. Если человек не был смерти, он бы не знал времени. Если не было конца, то чтобы мы знали, потому что вечность не дает понимания времени. Вообще говоря, это можно понять. Интересные соображения. Бесконечный счет, конечно, прекрасно, но бесконечность не дает понимания времени. Но это какая-то другая тема, которую я, конечно, не готов с полу поднять. Что-то уиски имеет какие-то мысли. Ну, в математике все-таки представляется, что бесконечный насчетный ряд, я скажу, не одна из исходных конструкций. Не одна из исходных конструкций. То есть, в более примитивных ситуациях, наверное, все-таки, счет уже бесконечный. А если я строю про объект бесконечное число за счет, то что объекты бесконечное число определения? Ну, допустим, опор Есинова, да? Делить отрезок можно до бесконечности. Еще и безусловно. В сущности бесконечные конечные число. Мы можем ввести бесконечный ряд, бесконечный насчетный ряд. Это можно сделать. Но если мы в самом начале, на базе математики, только пытаемся забрать понятие счета, то, по-моему, без того, чтобы не кончилось, это невозможно сделать. Вот как бы античная философия, насколько я понимаю, они так считали, что счет должен быть конечным. Поэтому, а сутат, по-вези, но не можно же бесконечно там как бы облиться. Значит, как бы что-то было, какая-то проблема. Все должно закончиться, иметь конечное. Вселенная конечная, все конечное. Как они представляли конечную Вселенную? Шарик такой, как бы, и все, а дальше ничего. Ну, хорошо, мы получили, пока, по крайней мере, получили отношения последующего и предыдущего. Назвали это время. Пока все. В смысле, в смысле, изменение основы конструкции. Пока у нас основы конструкции больше ничего нет. Только последующие и предыдущие. Значит, как мы говорили сто раз, порядковый счет не предполагает больше и меньше. Следующие, 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 следующие. Это течение времени, которое не предполагает больше и меньше. Три, не больше двух, а просто за двух. Это как бы чистое время, в том смысле, что время есть, направленность есть, а увеличения времени нет. Хотя, опять же, если есть следующее и следующие, то я хочу сказать, что у нас все равно за следующее. Не больше. То, что они сказали, что в случае трех, в случае следующего, в случае трех, мы опять окажемся в настоящем, но имеем за плечами более длительное прошлое. Вроде как. Но на самом деле, все-таки третье не больше двумя. А следует за двумя. Протихоньку больше времени. А просто время течет. Все течет и течет. Все скользит и скользит. Хотя, еще раз повторяю, я сейчас увидел вдруг вопрос, потому что следующее и следующие, как я уже сказал, предполагает понимание того, что это именно следующее и следующие, а не следующее. И тем не менее, мне представляется, что это чистое течение времени, без увеличения и уменьшения. То есть, не может быть с ним ни больше, ни меньше. А просто время течет. Но время-то неравномерное получается. Если есть следующее, 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 следующее. Тут что-то как-то неравномерное получается. Потому что каждый раз что-то добавляется в видение. Предыдущих всех. Получается какое-то неравномерное время. А казалось бы, то текущее время оно равномерное. Оно как бы что-то или не там. Следующий, 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 следующий этап ну вот и а тут как бы неравномерное каждый раз идет нарастание отношений ну вот я об этом тоже может тоже когда мы на стадии следующем должна разъявиться на дверь логики аналогика тогда после следующего следующий 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 и когда воспроизводится ситуация каждый раз следующий вот как на на стадии вот у нас тоже было повторение или переход к иному также на стадии следующего должно быть повторение но можно так сделать и переход к иному то есть есть следующий переход к иному к иному следующему и тогда один ряд будет как бы какой-то один а другой другой и будет два времени время как текучее и время вот как такое настроенное многообразное отношение поскольку я говорю у нас в конструкции присутствует такая вещь воспроизведение оно всегда двоится то что воспроизведение это либо возврат тому же тому же самому либо переход как бы дальше следующий этап то есть это каждый раз мне кажется оно должно исти в конструкцию воспроизведения двоится каждый раз вот литвица потому что сама суть воспроизведения такова что это либо то же самое либо как бы иное и никуда тут не деться ну можно говорить о том что порядковый счет не случайно назван порядковым что 3 это не больше двух а это место в порядке то есть сама идеи прибавления нет 2 еще раз не больше одного поэтому 3 не может быть больше 2 но порядок потом понимаем 3 как следующую следующую мы понимаем порядок порядок вовремя или время как порядок или время как порядок то есть 3 это место во время а не больше или меньше может быть так за порядковым счетом нас идет количественный счет что это означает это означает что когда мы имеем порядковый счет 2 3 то 2 как мы говорим мышление 2 совпадает с мышлением отношения 2 к 1 отношение не отличено понятие 2 мышление 2 предполагает мышление переход 1 по 2 и переход к что-то опоследующее отношение как что-то опоследующее отношение как что-то опоследующее не отличено от того что рождается от второго не отличен мы мыслим себя в настоящем во втором например например но но мышление второго тождественное мышление отношения второго к первому и значит отношение второго и первого не опосредует второе поэтому второе как бы с одной стороны оказывается неотличимым от первого хотя с другой стороны второе это именно второе нечто отличное неотличное следующее за первым что вот это вот нагромождение отношения она противоречит исходам и интуиции что мы начинаем с вот-вот потому что если у нас каждое следующее указывались нагромождение предыдущих отношений это означает что мы фиксируем потому что есть четкое понимание да то в каком месте стоит и в частности есть первое потому что каждое иное оно получается через многообразные отношения ко всему предыдущему и оно как бы совершенно иного как бы иной существенно да и получается что мы фиксируем те самую единицу а что то представление нагромождение отношения оно на самом деле противоречит что мы начинаем с вот-вот потому что фактически мы просто фиксировали единицу потом фиксировали двое как отношение к единице потом фиксировали трое как отношение к этому отношению двое к единице потом фиксировали четверку и так далее мы фиксировали и везя нет единицу мы не фиксировали но ее по факту фиксировали по факту по факту того что все остальное нагромождение идет как отношение к этому к чему-то вот начальному оно становится первым поскольку все предыдущие от него отчитываются Само-то оно может как бы угодно быть выбрано, да, в виду, оно может быть случайно, но все остальные отсчитываются от него, вот от этого отношения первого. И оно становится первым в силу этого, а не в силу того, что оно является первым изначально. Оно первым становится потом, когда все остальные отношения от него оттолкнулись. И поэтому, видимо, так строить это означает как бы фиксировать единицу. Но не изначально, а в виде того, что это построение, оно как бы отношение-отношение, отношение-отношение, оно фиксируется. И каждая новая сущность, да, оно и новое свойство, потому что оно относится к всему предыдущему. Поэтому они не равны, это как бы не какого рода горохот какая-то, и есть это вот подошва-основание. Но подошва все-таки не единица, а отношение второго к первому. Потому что третье будет отношением к отношению, отношением к отношению, а не к единице. Единица не фиксируется. Но отношению это второе и первое. А четвертое будет отношением третьего, и второго, и первого, и второго, и первого. Да, как бы вот так. Да. Но если вы говорите единицы, то единица является именно отношение. Следующего и предыдущего. Важно то, что что-то какое-то основание зафиксировано. Вот это важно. Называть не единицей или нет, это уже вопрос определения. А зафиксировано или нет, вот-вот уже. Все, у них основание положено, и от него и все здание поставлено. То есть это фиксация красивая. Не вот-вот, честно говоря, а фиксация. А должен быть шарнир, да, вот как бы он перебирается на самом деле, но схвати его, какой он по счету. Он как стоит, да, но какой он низкий, если так то, что вот так, вот как цепь там. Она везде одинаковая, но она же как бы длится цепь. Перебираешь, перебираешь это цепь. Перебираешь какое-то, черт его знает. Какое-то, но по отношению ко всем другим, ну какое-то оно, да, там, в порядке стоит. Но оно каждый раз такое же. И оно не относится ко всем предыдущим отношениям. Как бы такая бесконечная цепь. Тогда нет единицы, тогда действительно вот-вот. Так нет, я так понимаю, что напротив. Если мы получаем бесконечные отношения, то это исключительно единицы. А когда мы говорим о ситуации вот-вот, мы тем самым, ну как мы имеем в виду типоральное измерение, да, мы же как мы стремимся, то мы отмечаем некоторые две точки теперь, которые только как бы уже после мы можем как бы отметить каждую из них именно как точку. Но на самом деле мы отмечаем некоторое состояние. Тем самым как мы не имеем первого момента теперь. Мы имеем всегда некоторый момент, в котором есть отношения между точками сознания. Ну, именно поэтому мы не обнаруживаем первого момента, но всегда вот это вот-вот, относительно которого уже и выстраиваются следующие моменты как… Так вот, и то, что относительно они выстраиваются – это и опасно. Что, если мы относительно все выстраиваем, значит мы фиксировали некое основание. Если бы мы каждый раз не относительно выстраивали, это вот как бы в любом момент, как бы там… ну там как сказать… в любом момент «возьми», как бы, он имеет порядок, но нет никакого от нашей относительности. А если есть относительность, значит, есть как бы первый, первый элемент есть. Относительность задает первый элемент. Если вот этот любой элемент относительно всех других, значит, он где-то есть первый. Значит, в ту сторону конец есть. Но если его тогда нет, по вашей логике, то нет никакой динамики. А вот хотелось бы, чтобы его не было. Я имею в виду то понятие времени, которое длится. Когда время длится, мы же не говорим, что есть начало мира, что Бог мир создал, а сейчас такой год от создания мира. Просто всегда было время. Нет такого момента, когда что-то началось. Но есть другой элемент, мы можем отсчитать от любого момента, и ничего не изменится. Хочется, чтобы такое время. Это же, я понимаю, что разные времена. Хронологически можно посчитать все что угодно, но когда мы говорим о ситуации выборта, мы всегда имеем в виду не хронологическое время, а время только собственное. То есть, терминологически я не могу подозревать, что я не точен, но это всегда мышление, как бы, мышление этого времени. Хронология – указание на точку. Но когда он существует как нечто, то это есть какая-то длительность, буквально динамика. Она не точечна. Именно поэтому мы не указываем на начало нашего движения. Ну, или начало движения какой-то сущности. Ну, вы в точности, по-моему, отвечая на твой вопрос, я бы сказал так. Что текучесть времени мы уже получали на стадии следующее. Там ведь что у нас происходит? Мышление перехода к следующему. Есть одновременно полагание этого самого следующего. То есть, у нас нет точки, от которой мы переходим, но у нас есть ясное осознавание самого акта перехода и перехода к чему-то следующему. Тем самым у нас получается, что мы мыслим время в смысле потока, направленного потока. Конечно, это простая направленность. Мы ее еще не в состоянии оценить количественно. То есть, мы не можем, у нас нет основания сказать, что это поток направлен в смысле возрастания, времени, ну, не знаю, там, от сотворения мира, от воцарения династии Романовых, от чего вы хотите. Вот этого основания нет, потому что у нас мы не умеем полагать никакую точку, от которой был бы отсчет. Но, тем не менее, у нас есть ясное осознавание времени как потока и направленного потока. А то время, о котором мы говорим сегодня, это некоторая последующая форма. Она несколько усложнена по сравнению с формой следующая, а именно мы мыслим следующее следующего. То есть, мы пытаемся вот это отношение между двумя фонд ухватить более ясным образом, или удержать его более ясным образом. То есть, мы не просто каждый раз переходим к следующему, как к чему-то новому и первозданно удивляемся этой новизне следующего. Но мы пытаемся удержать следующее, следующего, следующего, следующего. И тогда ты прав. Ты говоришь, что происходит некоторое нарастание. Ну да, в некотором роде так и происходит. Потому что мы относимся к предыдущим отношениям. И каждое следующее, будучи удержанным в этой цепочке, да, у нас не просто есть некоторый переход к чему-то, а у нас есть некоторая цепочка этих переходов. И вот эту цепочку переходов мы действительно уже можем сознавать не просто как направленное течение, но как некоторое возрастание. Вот я, кстати, чисто терминологически, Олег Михайлович, я не понимаю. Это можно определить как форму больше? Когда мы удерживаем следующее, следующего, означает ли это, что мы мыслим больше? В отношении следующего и предыдущего больше нет. В отношении следующего, следующего к следующему тоже больше нет. Но нарастание же есть. А нарастание в смысле отношения к отношению. Ну, так это и есть больше. У нас же так и получается, когда мы мыслим отношения. Это интересно. Каждое из отношений, мы имеем отношение к отношению, но каждое отношение здесь не заключает в себе больше. Ни первое, ни второе отношение. Есть отношение к отношению, безусловно, но ни одно из этих отношений не заключает в себе больше. А сколько же может возникнуть больше? Возникает только направленность. Хотя мы людей не правы. Нет, ну просто вот, Сергей, как хорошее слово, хронально, да, как бы, действительно, есть, как бы, два понимания течения. Здесь можно понимать течение, что просто протекание, как бы, да, а можно понимать, что течение, как бы, некое хрональное течение, как нарастающее, да. То есть, какие-то, какие-то, какие-то движения тоже, но нарастающее. Здесь просто течение, да, и мы как бы у него пребывали. А есть, какие-то, какие-то, как нарастание. Но, положим ли мы начало этому нарастанию или нет, то есть нарастание течения. Такое ощущаемое нарастание. В виде удаления, там, увеличения, там. Можно разные образы рисовать, что это, в чем оно состоит, это нарастание. Может, это не больше, но оно какое-то нарастающее. А есть просто течение, вот, уран, пребывание, да, вот, как бы, протекает, так вот, и сидишь в поезде, смотришь в окно, и деревья, и мы бегут, да, там. Они же каждый раз следующий, но просто бегут, и все. Нет никакого нарастания. Некое протекание. Ну, вы сами сказали, что если не будет следующее и следующее, то мы говорим, что все время настоящее. Будет все время одно и то же. Ну, два дерева будут, и все. Я же не настаиваю на это, я просто говорю, проблема такая есть. Ну, да. Просто со следующим следующим возникает, проблема нарастания, потому что это потом следующий, 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 следующий. Вот, а еще будет более сложная конструкция, а потом еще более сложная. Тайка, вот, все громоздится, так и вот, что такое, что такое. А что мешает, собственно, это посчитать формы больше? Вот это следующее и следующее, которое есть отношение к предыдущему отношению? Ну, я уже сказал, ни одно из этих отношений не заключает в себе больше. Так от чего вы учуете? Так от чего вы учуете? Вот уже у нас есть вытягивающееся это отношение к предыдущим отношениям. Уже мы не просто каждый раз рождается заново в следующий момент, а он не утачивает связи с предыдущими моментами. Что это как не больше? Ну, смотри, я считаю следующий и следующий, а я считаю больше и больше. Ну, пока, по вашим словам, у нас даже большего нет. Это мы получим уже в получании, это несложно. Давайте получим, посмотрим. Значит, если в понятии следующего отношение следующего к предыдущему или переход к следующему не явлен, он есть, но не явлен. Отношение следующего к предыдущему есть, безусловно, поэтому мы называем следующее и следующее. Но это отношение не явлено как нечто последующее. Безусловно, есть переход к следующему, но этот переход не явлен как нечто последующее. Поэтому я говорю, что с одной стороны между следующим и предыдущим нет разницы, раз не явлен переход. А с другой стороны, он все-таки есть этот переход. Иначе не было бы следующего. Как мы говорили, благодаря переходу мы следующее понимаем как следующее, но при этом мышление следующего не отличимо от мышления перехода. Поэтому здесь есть два момента. С одной стороны схлопываются следующие и предыдущие. Потому что мы не видим его последующего звена. Он есть, но не явлен. А с другой стороны он все-таки есть. Поэтому не схлопываются. А для третьего как будет? Переход к третьему будет не различен с чем? А составляет точно так? Но в нашей конструкции, когда мы строили, третьей было отношением к отношению. И отсюда возникали проблемы. Должно быть так, что в каждом звене все должно быть одинаково. То есть однородное некое должно быть течение, а не возрастающие. А мы недавно обсуждали, что третье не как-то отношение к отношению. второго и первого. Это правильное, но само задачение третьего происходит так, что такое дальнесде нет. То есть переход от второго и третьего мы не различим? — О третьем, да. — То есть переходим от второго к третьему? Или от отношения второго и первого переходим к третьему? Исходная толчок откуда? Мы от второго отталкиваемся. Если отталкиваемся от второго, тогда получается ситуация воспроизведения следующего. Не следующего следующего, а ситуация воспроизведения просто следующего на каждом новом этапе. Мы у первой воспроизвели следующее два, потом воспроизвели следующее три, и каждый раз мы переходим этап на шаг. Но это ситуация не следующая-следующая, а ситуация воспроизведения следующего. Как мы раньше воспроизводили вот, говорили вот-вот. Теперь мы воспроизводим следующее. Следующее, следующее, следующее. Но не следующее следующего. Влад, вы очень-очень требовательные терминологии. Третье, конечно, строится по отношению ко второму, как второе строится по отношению к первому. Ведь для отношения второго к первому нам не нужно, чтобы первое относилось к нулю. Или к чему-то еще. А почему третье, так как мы говорили, строится по отношению к отношению, почему оно относится к отношению второго к первому, а не просто ко второму? Мы сначала выстраиваем две разные вещи, выстроить отношение третьего ко второму и понять, что это отношение третьего ко второму есть не что иное, как отношение к отношению. Это одно другому не мешает. Третье мы строим по отношению ко второму, но это не есть возвращение второе-первое, а выстраивание отношение к отношению. Но это не мешает нам третье строить отношение ко второму, иначе вообще получится. Как же? Ну понятно, что шаг между единицей и двойкой точно такой же, как между двойкой и тройкой, но три потому и три, что она идет после двух, которая идет после одного. Я не понял, что вы хотите сказать? Ну, шаг между два и три, или вторым и третий. Такой же, как шаг между первым и вторым? Конечно. Но третий шаг, он потому и третий, что есть второй и Р. В таком случае это был бы просто следующий шаг. Да, конечно. Поэтому есть три как шаг, и три как некое место третье, которое после второго, после первого. Не, ну просто ты можешь сказать, что есть три как порядок и три как количество. Ну, три как никак. Ну, по смыслу, да. Но мы хотели бы сейчас количество, мы хотели бы чистый порядок ввести, не прибегая к понятию количества. Это вообще вся интуиция в этом состоит. Если в математике не совсем, как кажется, нам удается это, когда вводится ряд, натуральный ряд, там все-таки допускается понятие n и n плюс 1, да, то есть вроде как при понятии количества какое-то там прибавление присутствует. То хотелось бы ввести так, чтобы вот был чисто следующий, там, без всякого количества. Если это возможно, может это невозможно, и это тоже неизвестно. Так вот, если мы помыслим переход к следующему, отличным от самого следующего, то есть помыслим такую ситуацию. Мы мыслим переход к следующему, потом само следующее, это два шага построения следующего. То есть следующая мыслится вместе с отношением к предыдущему. Вот когда следующая мыслится вместе с отношением к предыдущему, то следующая становится больше. Вполне понятная интуиция, на мой взгляд. Когда следующая мыслится вместе с отношением к предыдущему, то есть двухчастное целое. Сначала переход, потом, сохраняя переход, мыслим следующий. Кстати, переход к следующему будет двухчастный переход и следующий. Следующая мыслится в отношении к предыдущему, когда она становится больше. Так это следующий след. Ну, как Игорь, я хотел сказать, что то, что Игорь говорил, как бы оно уже есть в этих определениях, следующее и следующее, то, что мы обсуждали, как отношение к отношению, это и есть больше в этих определениях, получается. А почему уже? Мы говорим просто об одном следующем. Просто раньше у нас следующее было неотлечимо от перехода к следующему, а теперь отличимо. Переход к следующему заключается переход и само следующее. Здесь нет отношения к этому. Нет, но если третье есть отношение к второму, к отношению второго и первого, тогда здесь есть как бы некое прибавление, а не просто переход. Мы оставляем все пределы двух предыдущих. Нет, каждый раз, мне кажется, надо говорить о третьем, чтобы понять это. Потому что когда мы говорим о пределах двух, все как бы нормально. А как добавляется и третий, возникает проблема. А как к третьему-то перейти? Ну, вы приняли понятие большее. Нет, я не принял понятие большее. Просто я сейчас просто осознал, на самом деле, что для того, чтобы все определения не работали, нам на каждый раз показывать, как к три перейти, а не как перейти. Как один-два, это все очевидно, мы уже много раз это обсуждаем. А как каждый раз к третьему переходим? Если второе задается следующим образом. Мыслится переход ко второму, и, сохраняя переход второе, таким образом второе мыслится вместе. Не так, как просто в порядковом счете. Второе неотлечимо от перехода ко второму. Здесь отличимо. Здесь второе мыслится вместе с отношением к первому. Тогда второе больше первого. Но точно так же строится и третье. Третье мысль уже не так, что мышление третьего неотлечимо от перехода от второго к третьему. От второго к третьему или от отношения второго и первого? Ну, это проблема, которую мы оставили в ситуации порядкового счета. Это, в принципе, проблема порядка. Иначе порядка не будет. Если будет переход от второго к третьему, тогда мы как велосипед, стоящий на месте. Петали крутятся, никуда мы не едем. Каждый раз бы у нас произвели ситуацию следующую, мы никуда не будем переходить. Никакого третьего не возникает. Первое, второе. Первое, второе. Первое, второе. И все. Где ситуация третья? Третья, которая отличная от второго и первого. Ну, Влад, я только могу повторить. Отношение третьего ко второму строится так же, как отношение второго к первому. Отношение второго к первому не требует, чтобы первое к чему-то относилось. То строится не как отношение к отношению, а просто к отношению. И строится, слава богу. Тогда третье ко второму тоже будет строиться, так же, слава Богу. Но будет уже отношением к отношению. Но выстраивается оно просто как отношение. Надо как бы построить отношение. Но понятно, что оно будет отношением к отношению. Поэтому третье выстраивается отношение третьего ко второму, которое будет отношением к отношению. — То есть строится оно как отношение ко второму, а получается как отношение к отношению? — Да. По-моему, одно другому здесь не мешает. Потому что, опять же говорю, второе к первому не требовало отношения первого к чему-то другому. Мы устраиваем третье ко второму. Но поскольку второе является при этом ничем иным как отношение к первому, то получается отношение к отношению. — А в случае большего – если второе носиться вместе с отношением к первому, оно становится не просто следующим за первым, а большим, чем первое. Точно так же строится и третье вместе с отношением ко второму, когда третье становится не просто за вторым, а больше, чем второе, но одновременно оно становится более и более. Здесь получается нарастание времени, отношение большего к большему – это явное нарастание. Наша задача отличить вот эту ситуацию большего-большего от ситуации следующего-следующего. Я ввел по-быстрому наскоро понятие большего, чтобы посмотреть на это отношение большего к большему – это одна ситуация, следующее к следующему – это другая ситуация. И то, и другое отношение к отношению. Отношение, в первом случае, неотличимое от того, к чему оно является отношением, во втором случае – отличимое, различимое. Просто разъяли. Ну, в общем-то, я на самом деле, если честно, понял, в чем разница. Просто как бы у нас же получается, что изначально все содержание наших рассуждений, оно имплицитно содержится в самом ряду, и мы вот это просто раскрываем. И когда он говорит, что следующий-следующий, и похоже на больше-больше, мы просто предвосхищаем, на самом деле, то, что потом получится. То есть, действительно, Олег Михайлович, ты прав, что третье строится просто как в отношении как второго, потому что нам, действительно, не нужно было устроить второе, чтобы первое обязательно к чему-то относилось. То есть действительно здесь нет такого, как я, ну, нарастания. Мне кажется… Нарастание имплицитно присутствует потом, когда мы количество перейдем, оно же как-то будет имплицитно, это все равно будет раскрыто, но не на этом шаге, просто. Нарастание как бы есть, но не на этом шаге. Ну, оно есть и на этом шаге, мне кажется, важно, что второе неотличимо от отношение к первому, третье неотличимо от отношения к второму. Но при этом имеется отношение к отношению. Но оно имеется имплицитное, я хочу сказать, что в данном уровне следующего-следующего оно не присутствует, оно должно быть осмыслено, когда мы поймем, что есть как бы переходы, что есть отношение к отношению. То есть, когда оно завяжет вперед, получается, я просто что хочу сказать, я вот пытаюсь записать себе, что такое следующее-следующее, все-таки больше-большего, и не вижу разницы в описании того и другого, потому что следующее-следующее без удержания отношения с предыдущими отношениями бессмысленно и неосуществимо. Поэтому больше-больше, на мой взгляд, вообще неотличимо. Ну, это значит не обращало. Это означает, что порядковый, и количественный счет одно и то же было означало. Ну, как в нашей конструкции, что мы не можем опять удалиться, так сказать, от количества. И, в принципе, как бы никакого порядка без количества невозможно. Это бы означало. Ну, а мы как бы, ну, не ситуация, что вроде возможно, как вот так. Это понятно. Я понимаю, что из-за этого только плохие следствия, но мне от этого не легче, потому что в действительности, ну, серьезно. Где, черт возьми, отличия? Если просто в удержании отношения, так и в следующем в следующем это есть. Возможно, то есть вопрос термина, потому что чувствуется интуитивно, что есть различные между количествами и порядками. Математика это фиксирует, и все фиксирует. Нам надо умудриться, когда вы это выразитесь. Вообще, это вопрос же выраженный. Сможем мы это выразить или нет? Ну, тогда, конечно. Конечно. Делать это только в этом. Потому что, Олег Михайлович, я согласен, как бы терминологически, как бы превращение, это вот связано с тем, что осознается отношение. И оно, как бы, а в другой стороне, в следующий-следующий, тоже присутствует отношение к отношению. Ну, вот как бы здесь есть такая тонкая грамма. Я считаю, что вот это вот отношение-отношение в следующий-следующий, оно присутствует как бы имплицитно. То есть, оно как бы нету, и оно раскрывается в следующем шаге. Как рефлексия предыдущего шага рассуждения. Ну, общая логика должна быть такая, конечно. Но просто мне не получается ее применить конкретным образом на этом шаге. Вот в общем вся штука. Так-то да. Общий метод, он тоже сработает так. «Второй» не отличается от перехода второго к первому. Третьий не отличается от перехода третьего ко второму. По второму третьему. Возникает некоторое, в самом деле, скольжение. Они как-то имеют в виду, что эти переходы, ну, как бы я бы сейчас перефразировал, что они разные. Что переход от первого ко второму – это один переход, а переход от второго к третьему – другой переход. Потому что он подразумевает предыдущий переход. Иначе порядка не будет. Да как порядок же должен как-то выстроиться? Если каждый раз все переходы одинаковые. Откуда порядок вызывает? Может быть, это вообще стояние на месте? Просто, как я говорю, 1-2-1-2-1-2. Надо, чтобы дверя двинулся дальше, мы должны считать переходы. Раз – переход, два – переход, три – переход. Ага, значит, это четвертый. Сколько переходов? Вот как Анатолий тоже говорил об этом – сколько переходов. Должно быть место какое-то, сколько надо сделать переходов, чтобы до него дойти. Но это же количество. А то, что за причину? Точнее, то, что не хотелось бы использовать. Как бы использовать при введении порядка? Ну ладно, на что не хватит тогда? Не видно, как избежать нарастания в порядковом счете. Хотя, с другой стороны, конечно же, это не то же самое, что больше и больше все-таки, Игорь. Я тоже считаю, что тут просто надо как-то термины развести. Мне кажется, определение должно как-то правильно ввести. Как мы его говорить? Время без направленности невозможно. Направленность дает именно отношение к отношению. Как время без направленности? Вот есть отношение к отношению, то есть есть направленность, но нет еще количества. Вот движется оно, движется в одну сторону. Время вообще нещенаправленное. Раз в одну сторону, значит есть порядок. А количества нет. Либо эта ситуация есть, либо ее нет. Либо это сразу предполагается. Раз направленность, значит нарастание. Мне хочется говорить о направленности без нарастания, но я понимаю аргументы, что порядок, направленность, направление без нарастания. Не знаю, удастся ли это решить, но пока так. Еще на сегодня, спасибо. Спасибо.